Он около недели в центре Новоалтайска замерз, и у него от задних лап просто уже мясо отваливалось. Слабонервным здесь не место. В приюте Ольги Камневой душесчипательных историй больше сотни. У пса по кличке Чеп сорвали скальп. У этой пока еще безымянной собаки онкология. Да еще и хозяева выкинули ее из машины на полном ходу. Примерно 6-7 лет мне было, когда была моя первая бездомная собака, которую я подобрала, притащила домой. Тогда у нас была небольшая квартира, мы жили с мамой и с младшим братом. Брат у меня таскал кошек, я таскала собак. Короче, мама горя хапнула с нами в детстве. Ольга выросла, а желание помогать животным никуда не делось. В своем доме содержала десятки собак. Потом с мужем занялась бизнесом в промышленной зоне города. Места много, приютить собак получилось гораздо больше. Правда, помощь четвероногим обходится Ольге и ее супругу в копеечку. Сотни тысяч. Сотни. Не десятки, сотни. Я вам сейчас примерно накидаю. 126 собак – это 126 мешков сухого корма. У вас есть такие деньги, каждый месяц находить? Мы работаем. Ну, вам же хочется, наверное, на себя тратить. Хочется. Но пока как бы на себя, маленько отодвигается. А еще на плечах у Ольги стерилизация лечения. Обустройство одного только вольера – 30 тысяч рублей. А здесь их 30 штук. И при всем при этом присвоить официальный статус «приют» этому месту передержки юридически невозможно. Он находится в промышленной зоне. А ведь Новоалтайск остро нуждается в приюте. В Новоалтайске это проблема, это катастрофа. В принципе, наверное, как в любых маленьких городах. То есть, если в Барнауле есть приют «Ласка», да, приют «Ласка» работает только по Барнаулу. То есть, границы Новоалтайск, Первомайский район, все, он не затрагивает ни в каком виде. То есть, в Новоалтайске нет приюта. Возможно, говорит Ольга, власти все-таки найдут землю под приют. А пока неравнодушная женщина все тянет на себе. Хоть иногда кто-то и помогает деньгами, едой для животных. Кстати, Ольга отдает питомцев и в добрые руки. В месяц забирают 20-30 хвостов. Но подбрасывают новых, а вольеры не резиновые. Зоозащитница надеется, что люди все-таки начнут забирать не только здоровых и красивых, но и животных с особой судьбой. Им тоже нужна семья. Валентина Скирова, Алексей Фризин. День с толком.